Днем здесь гуляют мамы с колясками, резвятся дети, а вечером эту тропу облюбовали люди почтенного возраста. Они занимаются здесь популярной скандинавской ходьбой. Программа формирования комфортной городской среды позволила воплотить мечты в реальность. Участие в этом событии, очень знаменательном для нас, к которому мы шли не один год, желая открыть резиденцию неофициального символа нашего города, сельцовского сосновичка, открытие тропы здоровья, ее начального этапа, говорит о том, что мы любим свой город, и мы сделаем все для того, чтобы он был лучше. Спорт и здоровый образ жизни, именно на это делают ставку областной власти. Чистый воздух, сосновый бор – идеальное место для тропы здоровья, и это только начало работ. Я думаю, к этому надо стремиться в каждом городе, в каждом районе, потому что здоровье нации, оно у нас, если правде в глаза смотреть, то не на должном уровне. Но, наверное, здоровье у каждого из нас в наших руках. Мы должны заниматься им. Вот у вас здесь хороший кластер, как бы создается, и стадион, и спортивные, и детские. Обустройство тропы здоровья продолжится. Предстоит установить освещение, доделать дорожки. Но уже сейчас здесь можно прогуляться, к чему и призвал председатель областной думы. Шесть километров каждый день, и шансов отметить столетний юбилей все больше. Андрей Мамошин, Игорь Винничук, События, Сельцо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова